Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа «Северный колорит». Лето в разгаре. Многие уже поехали отдыхать на побережье Тёплого моря, но жизнь кипит и на Ямале. О некоторых интересных моментах мы готовы вам сегодня рассказать. Сегодня вы увидите новые сети снасти «Путини». Как женщины управляются с нелёгкой работой по их изготовлению. Литературная карта Ямала «Хари». Интересные факты о новом проекте. Фестиваль древних ремиссиумов в деревне Ханты-Мужи выявил новых мастеров. Летняя путина – ответственная пора для рыбной отрасли Ямала. Около половины годового улова в округе приходится именно на этот период. Сейчас я приглашаю вас в Оксарковскую сетепосадочную мастерскую, где умелые мастерицы покажут нам мастер-класс по изготовлению невода. 16 июня в бассейне Аби официально начнётся летняя путина. И поплывут по бескрайним просторам из крящей реки многочисленные лодки, бударки. У каждой бригады свой план. Рыбаку необходимо ежедневно сдавать на предприятие живое серебро. И только тогда его ждёт хороший доход. Опыт и качественное орудие лова – вот главный успех рыбака. При Урале ремонтом и посадкой сетей занимаются женщины. Среди многоэтажных домов затерялось старенькое здание. Вот тут и кипит требующая огромных знаний и усидчивости работа. В принципе, если нево хорошо использовать, то надолго хватает? Он надолго хватает, да. Его надолго хватает. В сетепосадочной мастерской работает 4 человека. Сейчас женщины изготавливают нево для харсаймских рыбаков. А мы побеседуем с ними. У каждого мастера за спиной десятки лет кропотливого труда. Они начинали ещё молодыми девушками и учились у опытных педагогов. Сейчас сумеют построить любую сеть, рёжу или вентиль за короткое время. Приехала в Акцарку и устроила сюда рабозавод. Мне тогда сколько? 16 лет было. И всё, вот, до сих пор работаем. Но 90-е было такое время, что нам деньги не давали. Я уходила как-то. Аж на сколько? На 10 лет аж ушла. Потом там, где я работала, сократили меня. Не успела даже отдохнуть маленько. Валентина Прокопьевна меня захомутала сюда. Не знаю, где-то встретились, да? Вы меня блатанули сюда. Но я думаю, а что делать? Работать надо. Тем более уже знаю это дело. У каждого рыбака десятки сетей разной ячеи. И всё это изготавливается руками этих хрупких женщин. В день два мастера могут построить пять-шесть провязок длиною по 75 метров. Много времени занимает работа с невыном. Его готовят всем коллективом. Вот с чего начинаете работу свою? Я начинаю делать мотню. А Вальдина Прокопьевна начинает крылья мерить. Да, я сам мешок сила, она крылья меряет. А потом всё зашиваем вместе. У каждого своя работа. Первый раз, когда пришли, мы ничего не умели. А сейчас уже всё. Сложно то, что в основном на ногах. Когда садишь сет, целый день на ногах. А так ничего сложного нет. И вы 40 лет именно занимаетесь этой работой, да? Да. И мне нравится моя работа. Работа мастера сетепосадочной мастерской нелёгкая. Но коллектив дружный и приходят все в старенькую избушку с хорошим настроением. Работают быстро, слаженно. Делают работу качественно, как для себя. Ну как, не сложно работать? Нет, ты не знаешь, что к чему. Что куда прилепить, как зашить. Это называется построить, да? Сетепосадик, да? Да, построить, насадить. Изготовить. Изготовить. Много слов. Стоитка названий, да? Угу. Челноки, они же и клички, капроновые меки, высокая скорость и точность. Вот они главные компоненты успешной работы мастера. За свой кропотливый труд мастерица получает зарплату, грамоты и добрые слова от передовых рыбаков. Большую работу вы выполняете. И Агафья Степановна, вот у нас еще осталась мастерица. Пять детей, представляете? Пять детей, почти у каждой женщины в Аксарпин. А сколько вы? Многодетные, да? А внуков у меня много уже. А внуков у меня? Десять. У меня один студент, ну сейчас закончил уже. На день в армии уходил. А я очень любила рыбачить, я сама рыбачила. Ну там мастер-трох, конечно, вот эта рыба очень много ловилась раньше. Сейчас я не знаю. Ну что килограмм 60-70, вот это дело. Вот отец перед смертью вот ловил 72 килограмма. Я когда им помогать, я хожу, а так я дома. А дома? На пенсии. А, на пенсии. Да. Эту работу уже знаю, так мне нравится. И люблю эту работу. А вот Валентина Прокопьевна, она является бригадиром в сетеплосадочной мастерской. Я знаю, что вас уже много раз снимали, и все-таки хочется постоянно смотреть, как женские руки умеют мастерить. Вы так быстро все делаете, быстро работаете. Кому мы делаем, мы спрашиваем. Они нам дают, там высота вот сейчас 5 метров, длина 200 метров. Там получается береговой там 20-25 метров, потом идет мотня, мешок идет, потом все остальное речное. Кому опять наоборот 150 метров надо, значит тут меньше, там больше. Раз мы им делаем, значит мы и спрашиваем это все. А так-то как сделаешь, не так потом переделать, ты не охота ничего. Как бы вот, я не знаю, я не буду хвалить себя, рыбаки как бы не обижаются. Вот со стороны слышно, что спросишь у них, как они вот сделали. Нормально, хорошо. Но это еще и от рыбы зависит, и от них от самих зависит, как они порыбачат. Сетепосадочная мастерская в селе Аксарка имеет большую историю. Былые годы здесь работало до 20 человек. Сегодня убавилось количество рыбацких бригад и заказов меньше. Тем не менее, работа идет своим чередом, умеренным течением по русу ямальской истории. Будет замечательно, если опыт высококлассных специалистов перейдет молодому поколению. Ведь пока альтернативы плавным сетям еще не нашли. В древние времена захватывающие эпосы народа можно было услышать только из уст сказителей. Позже рассказы и сказки начали печатать в книгах, которые хранились в общественных и домашних библиотеках. Сегодня любимые произведения северных авторов можно прочитать буквально из любой точки мира. О проекте «Литературная карта Ямала» Харей расскажет Анастасия Витязева. Национальная библиотека Ямала хранит тысячи и тысячи разных книг. Таким разнообразием не все могут похвастаться. В маленьких сельских библиотеках не всегда можно найти нужную литературу, особенно если она вышла небольшим тиражом. Сотрудники ямальских библиотек нашли выход и решили создать масштабный краеведческий проект окружного уровня, который собрал всю ямальскую литературу на одной платформе. Был окружной фестиваль ямальской книги, где мы вынесли на рассмотрение всех руководителей библиотеки Малоненецкого автономного округа предложение о создании этого проекта. Все проголосовали за былое единодушное голосование. И мы сразу же там на месте, на окружном фестивале, создали такую некую рабочую группу. Мы за 9 месяцев собрали, систематизировали и выпустили в свет наш электронный ресурс. Над проектом работали сотрудники Национальной библиотеки Ямао совместно с коллегами со всех муниципальных образований округа. Они перевели в электронный формат почти 10 тысяч произведений 150 авторов. Для включения произведений в проект Харей авторы должны состоять в литературных сообществах, иметь литературные награды или пройти региональную издательскую комиссию. Харей — это двухсложный стихотворный размер. И Харей — это шест, которым управляет коренной народ оленей упряжкой. Для нас Харей является неким таким стержнем, который ведет нашего читателя сквозь временные этапы. Помимо печатного текста, пользователи платформы могут послушать произведения в исполнении самих авторов. Многие из них напрямую сотрудничают с Национальной библиотекой Ямала. Например, у Лангортовой Зинаиды Викторовны представлено видео, где она читает сказки на ханты языке. И вот, например, приезжали к нам педагоги родного языка, и они говорят, мы используем материал и даем прослушивать сказки Зинаиды Викторовны на родном языке, чтобы дети услышали мелодику этого языка именно в исполнении носителя. Мы стараемся, до сих пор работаем, литературная карта пополняется, мы работаем, записываем. Например, у нас 13-го приедет Енов Владимир Егорович, начитает тоже, и мы разместим уже аудиозаписи тоже на родном языке сказок уже Енова. Для читателей представлены не только художественные произведения, а также научная литература. Многие произведения представлены сразу на трех языках. У нас уже адаптирована страница на английском языке. Мы выбрали первоначально английский, потому что он международным является языком. Выбрали мы 26 авторов, которые являются представителями коренных молодочисленных народов Севера. К нам обращаются исследователи коренных народов из Франции, из Великобритании, из Америки. Работа по расширению литературной карты продолжается. Сейчас произведения северных авторов переводятся на китайский язык. С вами программа «Северный колорит». Как в древности ханты изготавливали растительную краску, делали замшу из оленей шкуры, как расписывали орнаментом обувь из ровдуги. Обо всем этом можно узнать на фестивале древних ремесел в деревне Ханты-Мужи. Подробнее о мероприятии расскажет Елена Сибарева. Испокон веков ханты умело выбирали место для проживания. Рядом всегда был лес, где водились звери. В реках и в сарах добывали хорошую рыбу. Всю необходимую утварь мастера изготавливали сами, шили красивую и теплую одежду. Древние традиционные ремесла сохранились и до наших дней. Мастерица Валентина Тарлина показала, как ханты изготавливают растительную краску из коры лиственницы и березы. «Мы сейчас будем готовить кору для вываривания краски. И эту краску мы будем наносить с вами на изделие из ровдуги. У нас в Белоярском районе, в селе Козым, краску вываривают из коры лиственницы, добавляя кору березы и чагу. Кто-то, если хочет попробовать, можете тоже потом взять ножик и попробовать крошить эту кору. Конечно, многие говорят, что надо мелко крошить, но можно покрошить и руками, которая ломается. Она же уже отцерела, и ее легко отделять от самой бересты можно руками. Эта кора, она отходит сама, когда чуть сыроватая, но бывает, что она схватывается, и невозможно ее руками отделить. В том случае можно топором или ножом ее отделять. Конечно, мы из свежей коры не сможем выварить краску, она у нас будет бледная. А когда мы готовим краску из дров, которые уже полежали, которые приобрели цвет, то насыщенную краску мы получим с вами. Мы используем кору лиственницы отдельно. Краска получается совершенно другого цвета. Кору березы мы добавляем для закрепления цвета, и она тогда не будет на изделии размазываться, не будет на изделии при вымокании линять. Поэтому мы сейчас будем делать смешанную краску. Кора лиственницы и кора березы. Сначала она у нас закипает, затем на медленном огне томится часов 6. Но всегда нужно поддерживать огонь и перемешивать эту краску. Для того, чтобы изготовить краску, ханты не срубали специально деревья. Они использовали кору высохших деревьев, предназначенную для топки печей. Чуть-чуть надо почистить, убрать вот этот слой, немножко убрать, потому что чернота будет. Когда размельчаем, потом складываем ведро, и уже после этого она вываривается. Эти кусочки чаги мы раскрошим потом. И они добавляются уже в конце вываривания. Кору лиственницы и березы измельчали, складывали ведро, заливали горячей водой. Затем варили несколько часов на медленном огне. Мы сейчас эту кору разденем на две части, поставим потом в кот ветра. Сейчас насыпали вот эту, которую вчера дробили. Помогайте, девочки, ложите кору. Мы сейчас в ведро поставим на огонь, а потом еще добавим воды. Тут как раз огонь у нас будет сюда попадать, и будет потихоньку краска у нас томиться. Будем уже любоваться и смотреть, кого, как это вышло, и какая краска. А краска будет давать разные оттенки. Во времени вываривания, и потом сколько чего добавляете, она будет разные оттенки давать. От светло-коричневой до темной, до яркой. У нас краска подходит к завершению своей готовки. Мы добавили уже в краску чагу, и она уже приобрела очень насыщенный цвет. Сейчас мы эту краску снова процедим и будем уже разливать по емкостям, где мастерицы ее будут хранить и использовать для прокрашивания кожаной обуви «Нюки Вей». Это обувь летняя, да? Ее и носили дети, ее и взрослые носили. Вы понимаете, что она удобна в носке, что она легкая, непромокаемая. Но в дождь сильный, конечно, ее не оденешь. Но говорят, когда в дождь походишь, наоборот, швы разбухнуты, и они не пропускают воду затем. И эта краска при ношении не стирается и не исчезает, потому что, когда мы варим краску, добавляя кору, березы и чагу, они закрепляют эту краску, и она несмываемая. Этой обуви лет 5-7, а вот этой обуви 10 лет. И она у меня сохраненная, но я ее постоянно ношу. Из ровдуги шили летнюю обувь, изготавливали пояса и оленью упряжь. Полосками обшивали края меховых мешочков. Вот таким образом шкуры очищали от ворса с помощью скребка. Это кожа оленей шкуры, вымоченная в воде. Это ровдуга, замша из оленей кожи. Эти материалы показываю на мастер-классах в качестве образцов. На них учатся наносить краску на ровдугу. Все желающие могли попробовать нанести растительной краской узоры на ровдугу. Для начала на ровдуге провожу ровные полосы, затем наношу узоры такими палочками. Это самодельные палочки, похожие на перо. Детям очень нравится работать ими. С удовольствием наносят разные орнаменты. Мне очень нравится писать на ровдуге. Порой даже не хочется отрываться от работы. Я думаю, мы делаем очень нужное дело. Здесь мастера показывали, как шьют замшевую обувь, какой краской ее украшают. У меня есть в планах сшить замшевую обувь и подшить ее. Сегодня одежда и обувь в этническом стиле очень популярны. Я думаю, такую красивую обувь многие захотят носить. Мне делают заказы национальные коллективы, которые исполняют ханты-танцы и песни. Там анки, мы и шевер ездят тоже. Так сказала Валентина Григорьевна, если искусные мастера будут делиться опытом и умением, мы сохраним древние ремесла для наших потомков. Ай, ашиви, ням рямие, ай, ашиви, пушхиет, армюякта, нынпурайна, ну, над юрема таншиви. Сурху-шевман ешак муна, мунаэт мис уманшиви. Ушху-шевман ешак муна, мунаэт мис отаншиви. Играет музыка. Играет музыка. На этом наша программа завершается. Всего вам доброго, приятного лета и не забывайте смотреть и наслаждаться нашими программами. До свидания, а до свидания.